Всем привет, с вами Юмилька, Брайан выпустил видео, связанное с АСМР, самыми странными такими видосиками, если честно, я как понимаю, это реакция на АСМР ролики, судя по предыдущей превью, раньше вчера она была вообще другой, там были разные ролики, их отрывочки, сейчас здесь вообще АСМР кушают плавиатуру, вот, и было бы круто, если бы я сюда попала, но, видимо, если бы мне никто не писал в комментах, значит я сюда не попала, потому что, кто не знает, у меня на лайв-канале есть очень странные пародийные АСМР видосы, которые вы можете заценить, если вы вдруг не видели, погнали! Алло, 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 привет, Настя! Думаю, вы наверняка слышали и знаете, что такое АСМР, а если нет, то в этом видео я подробно расскажу вам все про АСМР, какие загадки скрывает этот формат и многое другое. Я отправился в Корею, чтобы рассказать вам странные случаи гипноза, интервью с экспертами-экстрасенсами и многое другое. Что? Шучу, конечно, мне что делать нехера, сейчас бы время тратить на какую-то хуйню, а я просто... Вот заметили, как ты стал больше материться, это я не считаю, что плохо, просто необычно, вот ты сидишь, сидишь расслабленный, не ожидаешь, и тут матан правильно, и как-то, не знаю, я... У меня это вызывает смех некий. В этом видео и все, это ведь то, зачем мы сюда на самом деле пришли. В общем, на самом деле, я не помню, что я искал, но мне в поиске на ютубе случайно выпал плейлист, который назывался что-то типа Weirdest ASMR, like, you know, fuck. И глядя на названия и картинки к этим видео, мне стало интересно, что это за херня? Там есть такая порой жесть, по типу, ты в плену маньяка ASMR, я когда это увидела, поняла, что это жестко, это... И просмотров там было дофигища. Посмотреть, насколько далеко могут зайти ASMR-ристы, ASMR-тисты, 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 ASMR, мне уже страшно, я не знаю, что подразумевает от собой moto-moto ASMR, давайте посмотрим. Есть еще ASMR-гинекологи, пожалуйста, наденьте наушники для лучшего эффекта, ладно. Какая милая музыка. Что это значит? Что это значит? Что значит moto-moto? Что за перчатки? Что? За что мне тебя прощать? Что ты хочешь сделать? Он мне напоминает Умпа-лумпа из Чарли Шоколадная Фабрика, и это нехорошо. Я не хочу портить свои впечатления о этом прекрасном фильме. Ладно, наверняка я просто драматизирую. Наверняка я просто драматизирую, это просто видео с приятными звуками, ничего здесь странного не будет. Но вот эта фраза про moto-moto, она уже тебя настораживает, ты уже ищешь подтекст, не слушаешь просто приятные звуки. Ну, перчатки звучат приятно. Я оценитель звуков, например, да? Я сама как бы слушаю ASMR иногда. После пародии на ASMR, которые я делала и видела упор от ASMR, я нашла нормальный ASMR, реально с красивыми звуками. Там очень часто чашу тибетские люди используют, там перчатки, еще чего-то. А вот тут вроде звук качественный, хорошо записан, но видя взгляд этого мужчины и вспоминая moto-moto, становится не по себе. Я и так довольно-таки близко к тебе. Ну ладно, давай. Это очень страшно. Мда. Это слишком... Близко. Близкий контакт. Я так близко не буду делать. А почему это такое качество хорошее? Это что, 4К? Да чего техника дошла, ASMR уже на 4К снимают. Он прям как будто тебя еще втащит кулаков. А может, сразу же двумя. Бл***! Это очень странно, это очень странно. Что это вообще значит? Ты смотришь ему прямо в глаза, я не знаю, что такое moto-moto, и даже тигр пришел. Ты хочешь узнать, что такое moto-moto? У него, кстати, было недавно, настоящая moto-moto. Он не ходил в туалет 3 дня подряд, и... Ну, точнее, он пытался, но у него не получалось, видимо, у него был запор. И мне пришлось вызывать ветеринаров. И мы сделали клизму. Хорошо, что вы не были свидетелями, как это происходило, потому что вы знаете, какой тигрокот. И вы знаете, какая это неприятная операция. Господи, моя психика была сломана, серьезно. И, видимо, сейчас я хочу ее себе доломать. Я когда котов куда-либо отвожу, и там надо что-то им делать такое, то я отхожу в сторонку, потому что, блин, мне становится не по себе. Насколько говорили мне ветеринарные врачи, кот чувствует эмоции человека и понимает, что ты себя чувствуешь не в своей тарелке, ему тоже становится еще страшнее. Так, читай описание к видео. Да, Мадагаскар, там слово было сверху. Ты лучше бы я не заглядывал в описание. Я, кстати, чуть правильно подумала. У меня промелькнула такая мысль, но, в общем, здесь написано. Мотомото это персонаж из мультфильма Мадагаскар 2. Помните Мадагаскар 2? Я помню. А помните Мотомото? Да. И вот, это типа хуманизация его. Господи, еще и СМР, о мой бог. Ладно, на самом деле, оно идет 30 минут. 30 минут истинного наслаждения. На самом деле, мне очень редко, но нравится смотреть СМР. Я понимаю, в чем прикол. Еще в глубоком детстве, хотел сказать, странно звучит. Ну, в общем, в детстве у меня иногда бывали такие моменты, когда, вот, не знаю, например, кто-то либо чистил картошку, либо кто-то пилочкой от ногтей пилил себе, но... Да, ногтей пилил себе ногти. Иногда бывали такие моменты, когда кто-то делал вот такую, я не знаю, как описать, какие-то такие действия... Маникюр, маникюр просто. Триггерные, видимо, для меня. У меня шли мурашки, то есть я прям кайфовал. Не знаю, мне почему-то это нравилось. И когда я узнал про СМР, я понял, что СМР основан как раз-таки на вот этих вот мурашках, которые ты должен получать, когда другой человек делает какие-то определенные вещи. Так, СМР... Но тут большая суть в том, что многие СМРтисты, я их за это не осуждаю, они пытаются вот просто обычные там постукивания, еще что-то превратить в некий более интересный контент. И порой за этим реально интересно наблюдать, а иногда тебя это может даже пугать. Я понимаю правильно, о чем он говорит, я до того, как узнала, что есть СМР, тоже любила какие-то звуки, например, звук вот океана, да, моря, звук вот этой волны, ветерочка, люблю также какие-то запахи. К сожалению, с запахами никакого контента такого вот нет, потому что, ну, через монитор запах передать нельзя, но мне кажется, что если бы можно было, был бы еще подобный контент, не знаю, как бы он назывался, но это было бы нереально круто. И с СМР у меня тоже довольно сложные взаимоотношения, но я вам чуть ранее про это уже рассказывала. Так, СМР, to help, вы поможете ей уснуть. Чтобы помочь тебе уснуть, я бью тебя, пока ты... не помню, что означает это слово сейчас. О, я не знаю тоже. Я почему-то когда увидела вот его, я подумала, там уникорн, типа, как единорог, а сейчас присматриваюсь, понимаю, что это вообще что-то другое. Сейчас посмотрим. А, я бью тебя, пока ты не потеряешь сознание. Прикольно. Давайте посмотрим. Выплеснуть воду на клавиатуру и на монитор, это нормально, но не колу, все. Это что, швабра? А, я начинаю чувствовать эту боль. Что? И вот... Жопой! Ой, котик. Кошка, морковь, банан. О, мой бог, он такой изобретательный. Гладильная доска. Ладно, я понял. Твою мать! АСМР, серийный убийца и его жертва. Вот такие видосы я тоже видела, они мне попадались. Ролевая игра. Вот жесть. Я игра. На самом деле, в этом можно даже... В этом жанре можно показать себе, например, свои навыки актерского мастерства. Есть какие-то творческие отголоски во всем этом? Ха-ха-ха. Жарка, кровашка для вина. А что он будет ей делать? Вот это самое стрёмное. Ммм, мне тоже нравится эта картошка. Брииин! Не надо всё, Брайан, перематывай, пожалуйста! Бьюзен, не смотри, закрывай глаза. Ладно, weird, но не самый странный СМР, который я видел. Серьёзно, для меня лично вот это очень прям некомфортно видеть подобное. То есть я могу понять там ещё врача, стилиста, косметолога, макияж, визажиста. Что-то такое я ещё понять могу. И даже мото-мото понять, ну как-то можно ещё. Ну вот, маньяк, это, ну... Смотрите, в рекомендациях медицинский осмотр. Голозной доктор, донтист, аллерголог. Зачем вообще ходить в крючок, когда можно просто посмотреть СМР? Ну ладно, смотреть мы это не будем. Вот, что я хочу посмотреть. Я наткнулся. Я не знаю, что я ищу, почему у меня нет. На мой СМР? Я была бы безумно рада, если бы он увидел. Посмотрел бы по рофле. Ну в общем, я наткнулся на один интересный СМР. И чё там? Boyfriend roleplay. О, Господи, вы только посмотрите. СМР? А, ну с девушками я видела. Тебе, я твоя девушка, давай вместе спать, я тебя там люблю. Завидующий парень, ролевая игра. Окей, давайте посмотрим. Привет, там мои родители спят. Спасибо. Спасибо, ты тоже с чего? Блядь, чувак, ты меня чё, слышишь? Нет, это какой-то странный бойфренд. Я сейчас найду именно то видео, на которое натыкался. Вот это, кажется, оно... Это слишком... Мелисса захотела бойфренд. Это моя дорогая, сразу пришло. Близко. Я просто хотела спросить, как дела. Ты в расфокусе, у тебя рожа мыльная. А, да, забыл предупредить. Это не просто ASMR бойфренд roleplay, А это ещё boyfriend cares for you while you're sick. Ну, типа, ты заболела, и парень помогает тебе лечь тебя. Он ухаживает за тобой. Блин, этот ASMR уже не состоялся из этих шумов на заднем фоне. Может, я слишком придираюсь, но я бы уже не стала такое слушать, даже несмотря на то, что, ну, типа, парень может быть милым, он там диалог какой-то будет продолжать. Есть ASMR с шумом на заднем фоне, но шум не является основным звуком, самым главным и самым громким. Здесь у него шум слышен громче, чем он сам. Нет, я сдавал анализы, это не аллергия. Я поняла, господи, нет, 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 нет. Это очень странно, но я понимаю, что, возможно, для кого-то это прикольно. В принципе, каждый ищет то, чего ему не хватает, да? ASMR огромное количество. Можно найти, я не знаю, ASMR. Нет, нет, ей очень стал интересен свет освещения, кольцевая лампа, которая стоит слева. Так, всё, Мелисс, всё? Или ещё постоишь? Нет, вроде всё, она успокоилась. Давайте смотреть дальше. Вам привет от Мелисс. ASMR жру. Или там, ASMR сру. Ну нет, такое вряд ли. Сьюза не пропустит. Ну я к тому, что вы найдёте свой жанр. Не переживайте. Шрек делает ASMR. Что? Бойфренд ролплей! Не надо! Я больше никогда не смогу смотреть на Мадагаскар, Чарли Шоколадную Кобрику. Видимо, Шрек теперь тоже входит в этот список. Нет, 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 нет. Я люблю Шрека, не надо! Нет! Пожалуйста! Это очень странно. Это даже не странно. Есть ещё и фразы из мультика. Как это мерз! Смотри! Нет, эти зубы я не могу! Это можно для пыток использовать! Мне кажется, меня за это забанят. И в этот момент, кому Тигр ещё пришёл. У меня вдвойне реализм сейчас. А с ПМР ещё и я тоже глажу. Это очень странно. Я не думал, что это будет всё настолько. Странно, но мне почему-то даже интересно. Наверное, потому что я странный. Ладно, такие вещи, как шепчущий... О, броня тоже показывает коленочки. У нас просто на стримах это отдельные мемы. И какие-то такие. Бананы и расслабься с сатаной ASMR мы будем пропускать. Меня больше поражает эволюционер. 57 минут, by the way. Но расслабление так расслабление. Есть ещё другой жанр в странах ASMR. Я часто натыкался на эти видео. С клавиатурами. Вот оно и одно из них. ASMR, съедобная клавиатура. А, ну вот съедобная, это самое главное. Она жрёт клавиатуру. Ну, это прикольно. Я не люблю мукбанг, но именно сама по себе идея. Она интересна. Мне не нравятся звуки, когда кто-то ест. Вот мне приятно слушать. Я понимаю людей, которые на моих стримах, когда я хомячу, негодуют. Я просто хочу кушать, а стрим останавливать не хочется. Но мне тоже такие звуки не нравятся. Это так странно выглядит. Мозг сейчас сломается просто. Я знаю, как можно было бы улучшить этот ASMR. Если бы... Да неужели? Если бы она попросила сделать заправку торта, то есть сделать начинку торта, какое-нибудь малиновое клубничное варенье, и было бы такое, что она вкусовала бы клавиатуру, и все это красное насекло по ее рту, и такое ощущение было, что она как будто бы живую клавиатуру ест, и у нее разрывается пасть от этих острых деталей. Че, это как-то не особо расслабляет? Ну, в общем, креативненько. Гарри Поттер, видимо, теперь тоже пополняет список фильмов, которые я больше никогда не смогу смотреть в своей жизни. Самый первый ASMR о Волан-де-Морта. Надеюсь, он будет делать какие-нибудь крутые штуки с лепалочкой, может быть, какие-нибудь заклинания, только не Адам Кедавра, пожалуйста. Привет, Волан-де-Морта! А я как раз в очках, и мне многие писали, что я похож на Гарри Поттера. Да, иногда есть такое. Че-то я не понимаю, что он говорит. Включу-ка я... Испанские? Субтитры. Спасибо, YouTube. Не, ну, тут он реально как-то реализует свои актерские способности, но... Что он делает? Сыкает с сухо ухо. Слизерин? Не-не-не, Гриффиндор. Как это мило, а Волан-де-Морта в конце просит подписаться на его канал. Не надо! Дядь, ты че? Что? Ой, мне тут рекомендации интересуют. Не, ну, господи, не, ну это оригинально, конечно, как-то... Странно, но оригинально, он хотя бы старался, там, как-то гримники сделал. Видимо, будут преследовать меня ближайшие недели. Не знаю почему, но мне нравится формат СМР, хоть я его очень редко смотрю, но и всерьез я его не воспринимаю. Креатив, можно проявлять себя, развивать себе актерские навыки. Не знаю, в общем, насколько бы странно это не смотрелось, это прикольно. И это очень неплохо олицетворяет интернет в целом. Ну, кстати, да. Блогер Брэй. Подпишись на канал. Это так странно! Это было очень странно, если честно. Я добавила к себе на стрим такую функцию, что можно заказать АСМР на 3 минуты. И был такой момент, когда подряд человек заказывал эти АСМРы, и мне было тоже неловко. Потому что ты понимаешь, что, типа, надо что-то делать. Просто шепот, он по факту тоже является АСМРом. Я там сидела и так стучала, и так стучала, и волосы расчесывала. Мелиссу подносила, как ей не особо эта идея нравилась. Ну, АСМР это реально необычный контент. Я согласна с Брайном и с его точки зрения, которую он высказал по поводу него. Если вдруг не видели мои упорыты АСМРы, господи, веселый вечер вам обеспечен. Это АСМР пародии. Бивайте просто Юмиля АСМР. Открывайте, смотрите, угорайте, смейте. Да, это очень упорыт. И меня до сих пор спрашивают, когда будут новые АСМРы. Я новые пока что снимать не планирую. Потому что, ну, не хочется как-то сделать новую часть хуже, чем предыдущие. Испортить ваше впечатление об этом. Но я благодарю вас за просмотр. Желаю удачи, счастья, отличнейшего настроения. И всем пока.